Дорожная авария случилась накануне около 11 часов вечера. 43 жители Удмуртии после отдыха в Солилецке возвращались в Ижевск. Многие пассажиры уже в этот момент спали, а те, кто еще не уснул, сразу не поняли, что произошло. Говорят, услышали громкий хлопок. Было впечатление, создалось изначально, что лопнуло колесо, и от этого нас начало носить по дороге, раскачивать. Автобус ехал в кювет, и только когда испуганные пассажиры начали покидать салон, стало ясно, случилась авария. Предварительно установлено, что водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автобусом, после чего допустил съезд в левый по ходу движения кювет. После столкновения с автобусом от отечественной легковушки осталась лишь груда металла. Ее водителя, 38-летнего жителя Казахстана, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию шарлыкской ЦРБ. Еще 14 пассажирам автобуса понадобилась помощь медиков. Люди получили переломы, ушибы и ссадины. К месту выезжали пожарно-спасательные подразделения местного гарнизона, которые эвакуировали пострадавших в центральную районную больницу. За помощью обратилось 14 человек, помощь была всем оказана, 5 человек госпитализированы. 4 человека находятся в больнице в состоянии средней и легкой степени, один водитель ларгуса автомобиля находится в реанимации. На утро 6 августа состояние у всех стабильное, эвакуации и другие лечебные учреждения не требуются. Тем не менее, в шарлык сегодня утром на вертолете срочно был доставлен нейрохирург из Оренбурга. Врач лично осмотрел всех пострадавших. К счастью, из детей, которые в момент аварии находились в автобусе, серьезных травм никто не получил. Вообще, пассажиры отметили, последствия могли быть гораздо хуже. И, возможно, жертв не удалось бы избежать, если бы неграмотные действия водителя автобуса. Водитель хорошо среагировал и как-то ушел в сторону, там, где было достаточно мягкого грунта. То ли насыпь была глиняная, то ли песчаная была насыпь. И как-то это смягчило удар. И вот мы приземлились, автобус не перевернулся. После ДТП 12 человек, которые не пострадали, отказались от помощи и решили продолжить путь самостоятельно на попутном транспорте. Остальных разместили в школе-интернате Шарлука. Необходимо отметить четкую работу Шарлунского муниципального района, где все было правильно спланировано и организовано. Обеспечили постельным бельем и горячим чаем, и местом для отдыха. То есть мы хотим вас могли расслабиться и поспать. То есть за это огромное спасибо за быструю реакцию. И уже сегодня, около полудня, за людьми приехал другой автобус из Ижевска. И жители Удмуртии продолжили путь домой. Пятеро пострадавших, получивших переломы, пока находятся в больнице Шарлука. Юлия Гафарова. Наше время.